И роскошь, и средства передвижения. В Ярославле прошло ралли раритетных автомобилей. Все экземпляры не только красивые и дорогие, но и на ходу. Познакомиться с различными моделями железных коней прошлого века можно было всем желающим. К последним присоединилась и наша съемочная группа. Предприниматель Павел Апсалямов в повседневной жизни передвигается на Мерседесе. Для ретро-ралли пересел на отечественную победу. Из родного Екатеринбурга добирался до Ярославля два дня. У него самый старый из представленных автомобилей 1950 года выпуска. Вот этот автомобиль был найден на Урале. Изначально мы нашли купе, но когда при осмотре увидели, что это была версия Кабриэля, то его просто заварили. У Александра Горявина своя история и своя страсть. С детства к американским машинам. Началась с каталога, с американской выставки 1959 года. Я его маленьким залистывал. Там машины с крыльями были американские. Таких вот. Золотой век американского автопрома. Большой Крайслер Кардоба куплен почти за 5000 долларов в 90-е годы в Америке. Люксовая купе, просторный салон. Рисунок племени индейцев на сидениях родной. А это самая эффектная машина. Ее невозможно не заметить. Немецкая красотка 1964 года выпуска приобретена в Италии. Очень комфортная. На ней можно ездить, как на современном автомобиле. Более того, я когда сел впервые за руль этой машины, у меня возникло ощущение, что я сижу за монитором и джойстиком управляю и еду по этому серпантину. Это тоже немецкий экземпляр, но с ярославской историей. В 1989 году три машины были специально куплены моторным заводом для исследования передовых дизельных двигателей. Две распилили, это сохранилось. В результате этого исследования появился проект в 1991-1992 году компактных дизельных двигателей, который в результате переродился в ЯМЗ-530, который вы знаете теперь, который новый завод построен в Заволжском районе. Четыре десятка старинных автомобилей в центре Ярославля. Все в отличном состоянии, все на ходу. В программе соревнований на Кубок Российской Автомобильной Федерации фигурное вождение на скорости передвижения по области. Ярославский этап – третий. Стартовал ралли в Санкт-Петербурге в мае. Завершится в сентябре в Великом Новгороде. После показательных выступлений ретроавтомобильный поток разделился. Половина отправилась по маршруту, ярославская часть – в село Великое, на родину министра путей сообщения Советского Союза Бориса Бещева. Бещева Борис Павлович – это действительно историческая фигура для государства российского, я не побоюсь этого слова, 30 лет возглавлять практически великую ежедорожную отрасль. Одна из улиц Великого будет названа именем Бещева, появится здесь и мемориал в его честь. Яна Хромова, Татьяна Волкова, Максим Сушанов. Новости города.